Итак, всем огромный привет! Замучилась выставлять кадр. Я сегодня не понимаю, как люди так снимают, что у них и еда видна, и они сами видны. У меня то еды не видно, то меня не видно. У нас сегодня мукпанг. Мы будем дегустировать корейскую лапшу куксу, жареные грибочки, два вида кимчи, соус, огурчики. И потрясающий автор сегодняшнего меню мой муж. Я сейчас нахожусь на 14-дневной самоизоляции, потому что я недавно прилетела, и у меня просто нет другого выбора, как сидеть на самоизоляции. Приготовлением еды сейчас занимается мой муж, потому что у меня в комнате ничего нет, кроме чайника и микроволновой печки. Это минус с одной стороны, а с другой стороны, смотрите, какое преимущество, когда тебя возьмут вот так вот и на корень. Давайте посмотрим поближе. Вот такая красота. Это капуста кимчи, острая, это не острая, это жареные грибочки, огурчики и сама лапша. Вот такая вот лапша. Я, к сожалению, не умею совершенно есть палочками. Я не знаю, я левша, и у меня почему-то полушария мозга отказываются функционировать в тот момент, когда нужно ухватить их должным образом. У меня как будто в мозгу что-то ломается, понимаете, когда я начинаю пристраивать пальцы к палочкам. Вот такая странненькая, вот такое всё аппетитненькое. Божечки, божечки, давайте быстрее приступать. Хочется первым делом попробовать грибочек, руками буду пробовать, как свинушка. Приготовлено очень нежно, знаете, напоминает по вкусу куриное филе в пляре. Удивительно, удивительно, как получился такой вкус. Что похоже действительно на кусочек нежнейшего куриного филе в пляре. У меня есть вот такие детские палочки. Даже с ними у меня что-то не ладится дружба. Не знаю, она ладилась до моего отъезда, когда я приехала, что-то вообще перестала ладиться. Моя духа с палочками. Что-то я явно делаю не так. Я не знаю, что я делаю не так. Не знаю, что я делаю не так. Вкусняшечка, вкусняшечка, вкусняшечка. Немножечко соусика острого сюда набодяжем, набодяжем. Что это за лапша такая, у которой вообще соуса нету? Она такая пресноватенькая, и вкус появляется очень яркий, именно когда вот этот соус добавляешь. Это было слишком много. Хорошо, что у меня есть банановый коктейльчик. Нет, нет, для нас это, для меня в смысле, для нас. Не знаю, может быть, кто-то любит остренькое. Как-то палочки заработали. Смотрите, палочки заработали. Может, это... Может, они перекрутились? Вот что я думаю. Может, у меня резиночки перекрутились, пока мне не было? У меня есть такая мысль. Так, надо срочно вмешать это равномерно. Всё сюда. Всё сюда надо вмешать, потому что слишком я делала её острою. Не могу есть. Кстати, кимчи я почему-то начала очень хорошо есть. Правильно, мне оно казалось невыносимо острым. Я приехала и обнаружила, что я очень хорошо ем кимчи. Вот, что я обнаружила. Я завтракала. На завтрак я ела рис варёный, водоросли сушёные кимчи. Ну и кимчи. И вдруг поняла, что я так хорошо ем, и мне даже не остро. А вот соус что-то меня прям сразил наполам. Я очень голодная, потому что я, можно сказать, на лапше, на одной быстрого приготовления. И на рисе сижу целый день. Не могу себе ничего приготовить. Холодильник находится на территории мужа сейчас. Так же, как и плита, так же, как и всё остальное. Рецепт приготовления этой лапши есть на канале у моего мужа. Ссылочка на канал где-то сбоку будет. Если вы зайдёте на главную страницу моего канала, там где-то будут ссылки на тех, кого я смотрю. Ну вот, среди них мой муж. Не знаю, может, пора зачистить его канал. Начинать всё сначала, потому что он много банов получил. Ну, не банов, а этих. Ну да, как это сказать. Из-за нарушения авторских прав, связанных с музыкой, то, что не указывал исполнителей. Иногда это делает канал неперспективным уже, потому что если слишком много было нарушений, потом практически невозможно будет его как-то там монетизировать, как-то развивать. Поэтому, может быть, стоит что-то ценное, например, рецепты, перенести на мой канал, а ему создавать новый. Когда я приехала только сюда, мне очень нравился вот такой вот неострый вариант кимчи. И теперь, когда я привыкла к вот этой, вот немножечко привыкла, прикиньте, я обнаружила внезапно, что я привыкла к вот этой капусте. Вот это мне уже кажется чем-то, ну, совсем не таким. Это кажется более какой-то сочной, с какой-то такой интересной кислинкой. А это кажется такой немножко пресной. Про что поговорить за едой? Интересная тема про опыт. Как опыт меняет людей? Когда я прилетела сюда первый раз, у меня, конечно, было очень много проблем с адаптацией. Хотя я отношусь к той категории людей, которые думают про себя, что вот у меня точно не будет я. Я умная, я разумная, я вообще умею думать наперёд, я не капризная. Я умею хорошо подстроиться, пристроиться, принять что-то новое. У меня открытый разум ко всему. И у меня не будет проблем. Но, когда прилетела, увидела, действительно, нашла в себе много открытий, да. Сделала в себе много неожиданных открытий. Я даже скажу, что это на каком-то физиологическом уровне был протест против каких-то вещей, против каких-то правил, против какой-то еды, ну, непринятия какой-то еды, да. Когда ты не можешь оценить по достоинству вкус еды, потому что тебе, в принципе, непонятно, что это за еда, тебе это невкусно, тебе это неинтересно. То есть для тебя это вообще что-то такое. И, конечно, рассказываю вам о своём первом опыте. Впоследствии, когда я решила сюда возвращаться, я получала комментарий, типа, зачем тебе это надо, тебе то не понравилось, то не понравилось, тебе было сложно, не надо сюда ехать. Второй раз всегда легче, мне кажется, чем первый. Я думаю, абсолютно в любом деле второй раз легче, чем первый. Да, второй раз, я не знаю, там, гораздо лучше проходит, там, второй, третий, последующий раз гораздо легче, там, вести машину, да, когда ты сел первый раз, получив права и выехал самостоятельно в город. Это безумно сложно. Потом второй, третий, пятый, десятый, и ты уже чувствуешь себя, как рыба в воде на дороге. Но только потому, что ты не оставлял попыток делать это снова и снова. Очень вкусно. Огурчик. Вот, только потому, что ты не оставлял попыток делать это снова и снова. Или когда ты пришёл на первое занятие по танцам, я это знакома, после первого занятия на танцах, на которое я очень хотела попасть, очень хотела записаться, это ещё было в школьные годы, после первого занятия мне казалось, что я больше никогда не придумал эти танцы, потому что мне было неловко, у меня не получалось, хотя мне казалось, что у меня прекрасный слух, прекрасное чувство ритма. Плюс это не было вот так вот, как сейчас, да, когда ты приходишь в какое-то заведение, которое является чьим-то бизнесом, и тебя там стараются не обидеть, как-то облизать, чтобы ты пришёл второй, третий, там, пятый, десятый раз, продолжал ходить на эти занятия. У нас был формат такой, занятия стоили рублей двести в месяц, это был школьный спортзал, это был какой-то подрабатывающий тренер, который занимается с профессиональными спортсменами, а мы такие, знаете, ну, просто такие любители, которым нечего делать, которые приходят убить время. И он к нам относился, конечно, вот так вот немножечко. Ну, я не знаю, может быть, это связано с его деятельностью, с его профессией. Он всё-таки воспитывал профессионалов, и, соответственно, он от них требовал. Он не понимал, что мы не профессионалы, мы не претендуем выступать на соревнованиях, не надо ничего от нас требовать, вообще, как бы, мы твой дополнительный заработок. Ну, вот так. Но он всё равно к нам, как бы, на общих основах. У него был такой же подход, как и к своим ребятам, которые занимались спортивными танцами. И вот ты приходишь на первое занятие, ты как такая, как неуклюжая, как какой-то салон в особенной лавке. И сразу получаешь какие-то замечания, и всё, такая, думаешь, больше я не пойду туда. Ну, потом подружки уговариваю, пошли-пошли, да ладно, да ладно, что ты. Ну, просто за компанию. И потом я уже втянулась и поняла, что это классно, что мне нравится. Вот, мне кажется, что так со многими вещами в жизни происходит. Что потом, скорее всего, не будет тяжелее, как многие любят подсказывать, что потом, скорее всего, будет легче, потому что ты уже не первый раз. Действительно, пока ничего такого, что в прошлый раз было, я не почувствовала. Всё абсолютно окажется привычным. Ничуть не отталкивает, не расстраивает. Даже скучала по какой-то еде. Так что так, не сдавайтесь, ребята. Если у вас что-то там не получилось с первого раза, или казалось, что это ваше, а попробовали и не понравилось, это не всегда значит, что это точно не ваше, что это не ваша судьба, не ваш путь. Просто есть такое понятие, как привычка, и это не совсем осмысленное, что ли. Это даже немножко физиологическое состояние. Привычка — это физиологическое состояние. Это не то, что там какая-то такая вот особая деятельность мозга, да. Я там решил, что я буду вот так вот себя вести, что мне вот это всё понравится, или я принял другое решение, да, не вести себя. Но это не всегда решение. Просто нам физиология навязывает свои какие-то... Не знаю, как это правильно выразиться. Да, то есть иногда те вещи, которые с тобой происходят, когда что-то не принимаешь, когда тебе что-то сложно, это не твоя позиция, это может быть просто твоя физиология. У человека есть привычка, и когда что-то непривычно, что-то не так, как он это привык делать всегда, организм начинает сопротивляться, подавая вот эти вот негативные сигналы, заставляя тебя что-то не принимать, что-то отвергать. В общем, как-то так. Я думаю, да, отчасти это физиология. Что ещё, думаю, ну, пообщавшись с девочками, с такими же, как и я, которые тоже переехали сюда жить, с кем-то мы одновременно, практически одновременно получали визу. Больше всего вот трудностей есть у тех, у кого по какой-то причине не было возможности вернуться к себе домой хотя бы на время, то есть в свою страну. У меня была, ну, на какое-то длительное время, да, чтобы ты вот приехал, какое-то длительное время пожил, у меня появилась такая возможность, потому что я состряла тут из-за пандемии. Обычно люди, которые приезжают без визы, они дольше 60 дней без выезда не имеют права жить, а я приехала сразу к весту, и на 7 месяцев застряла. Поэтому я здесь какое-то время достаточно долго я прожила, да, потому что без визы всего 60 дней бы пожелать. И потом в Россию вернулась, там ещё пожила. Это хороший опыт. Обязательно возвращайтесь, обязательно сравнивайте, если с первого раза не помогло, но возвращайтесь чаще и пробуйте, 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 потому что те, кто уезжая слишком резко, как вот в один конец, обрубая всю свою прошлую жизнь, они потом очень страдают. Кто-то скучает по родным, кто-то по дому, кто-то по привычной обстановке, потому что нет вот этой вот оплеухи, которая заставляет тебя очнуться и понять, что да не так-то всё, например, там хорошо, как ты думаешь, и почему ты скучаешь, да, а здесь не так всё плохо, как ты думаешь. То есть всегда вот очень важно иметь шанс сравнить. Вот я этого не хотела, но мне жизнь такой опыт подкинула, что пожив тут 7 месяцев, я вернулась и попробовала ещё раз на вкус жизнь в России и сейчас после 8 месяцев в России снова вернулась сюда. То есть какие-то вот определённые взгляды у меня изменились, конечно же, и только благодаря вот этому опыту. Благодаря тому, что я не бежала в один конец, как некоторые, например, уезжают учиться, дома, например, ничего не ждёт, или нет каких-то тесных связей с родственниками, выходят замуж, получают визу, меняют учебную на брачную и больше не возвращаются домой. То есть дорога в один конец. Остаются некие иллюзии, как негативные, так и положительные по поводу своей родины. Сохраняются тут иллюзии, какие-то полученные под жизнь уже в этом обществе. И это плохо, потому что иллюзия — это то, чего на самом деле нет, это только то, что тебе кажется, может отравлять тебе жизнь, и ты не можешь, может быть, не сможешь полноценно наслаждаться той жизнью, которая у тебя есть, будешь где-то что-то преувеличивать. В общем, опыт — это важно. Вот. Теперь, когда я попробовала на себе, могу сказать, что это очень важно. Не отвергайте опыт, не бойтесь опыта. И даже если в первый раз что-то не получилось, но вам это где-то в глубине еще души очень сильно хочется, попробуйте еще раз. Не будьте слишком какие-то суеверными и прочее. Не придумывайте себе всяких примет, что это значит не мое. Пробуйте. Итак, всем огромное спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Пока-пока.